Многие из вас выразили свою веру в предсказания великих экстрасенсов и, действительно, уже сейчас некоторые образы будущего начинают обретать контуры. Давайте обратим внимание на взгляды и сновидящего, поэта и художника Мехди Ибрагима Вафа, который поделился сенсационными прогнозами, касающимися России и мирового сообщества. Каждое из его предсказаний имеет свою уникальную ценность, и важно разгадать послания этого невероятного человека. Какой путь будет у нашей страны в настоящем и будущем? Нас ожидают какие перемены, на что стоит быть готовыми, а что вызывает беспокойство? Давайте разберемся в этом, ведь это поможет нам сделать правильные выборы, принять обоснованные решения и отыскать ту стезю, которая подарит нашим сердцам звездное сияние. Время – бесценный ресурс для каждого из нас и для всего человечества. Мы рождаемся, взрослеем и в то же время ощущаем, как песчинки песков часов текут неумолимо. Время похоже на бегуна, мчащегося вперед, но трассы у него разные, короткие и длинные, в зависимости от нашей жизненной истории. Каждого из нас в конечном счете ждет своя финишная черта, когда мы покидаем этот мир. В этот момент мы либо поднимаемся на пьедестал, увенчанный нашими действиями, либо просто проходим мимо. Основное – прожить так, чтобы в будущем не было желания возвращаться и что-то менять. Живите так, чтобы не осталось места для сожалений, время – это маленькие батарейки в наших жизненных часах. Мы – всего лишь игроки в руках высшего, стрелки наших часов подчиняются его воле. Он определяет, сколько времени даруется каждому из нас. Императоры, цари, короли, правители – множество масок, под которыми человечество пытается себя идентифицировать. Но на самом деле все гораздо прозаичнее, за всеми титулами и званиями стоит просто человек. Тот же человек может стать для своего друга королем, для возлюбленного – императором, для своих близких – опорой и хранителем, а для себя – королем своей жизни. Но при всей этой многоликости, суть остается неизменной, мы просто люди, весь наш мир устроен так. Мы можем себя называть как угодно, придавать себе разные обличия, но наша сущность остается верной тому, какими нас создали и воспитали наши родители, а также какой путь выбрали мы сами. Это приятно осознавать, особенно когда у нас есть опора. Прекрасно чувствовать себя на вершине, если это результат собственных усилий и стремления. Восхитительно, когда тебя окружают те, кто дорог твоему сердцу, и внутри ты осознаешь, что это поддержка, заслуженная, что каждое слово восхищения было долго ожидаемым признанием. Великолепно видеть уважение в глазах окружающих, но важно помнить о стоимости каждой победы. Гордитесь результатами своих действий, но следите за тем, чтобы средства, которые вы используете, были справедливы в глазах вас самих. В конце концов, кто-то стремится подняться, ступая на головы других, в то время как другие медленно идут своим путем. В невидимой пляске жизни, одним чится сквозь все трудности, словно взмах крыльев, достигая звезд. Но весь этот блеск, временен, вечно остаются лишь ты сам и твоя сущность. Вечно с тобой те, кто видит истинное твое я, без масок. Вечно рядом остаются родительская любовь и отражение в зеркале, готовое меняться, как и твой духовный мир. Путь к королевской или императорской высоте иногда прост, требуется только открытое сердце и ясный ум. Заслуженное внимание, мгновенное, так же как и его исчезновение, чины дают, но могут и отнять. В этом мире остается лишь сладость воспоминаний, чтобы они не потерялись, цените свои принципы и веру. За каждым шагом отвечаете только вы, ваше я, ключ к неповторимости, можно оставаться верным самому себе до конца. Мы можем маскироваться, вести разные роли, но если не получаем уважение за истинное я, скажите себе хватит маскарада. Те, кому дана власть, полагают, что она простирается над всеми. Те, кто обладает богатством, думают, что мир, в их руках, популярность создает иллюзию универсального уважения. Это заблуждение, мы рождаемся и уходим, не беря ничего с собой. Наша земная собственность не переносится в следующий мир. Забыт обычай хоронить богатых со всеми добродетелями в надежде на богатое послевкусие. Теперь все равны перед смертью, лишь надгробные плиты отличают одного от другого. Если кажется, что тебя уважают за богатство, уважают не тебя, а деньги, боятся за власть, это страх перед тобой, а не уважение, столь мгновенная жизнь на земле несопоставима с вечностью на небесах. Щедро дарите доброту и любовь людям, пусть справедливость будет вашим проводником в каждом начинании. Станьте капитаном собственной жизни, чтобы человечество смотрело на вас с гордостью за вашу истинную человечность. Вопросов множество, а времени, лишь одно, зачем мы здесь, ответ прост, чтобы жить, какое предназначение нашей жизни. Ответ, в нахождении ответов на вопросы, от вопросов все начинается и ими же заканчивается. А где эти ответы? Они не в том месте, где ожидаем, они, внутри вас, в разуме, в сердце, в генах, в общей истории ваших предков. Представьте, что в каждой из миллиардов клеток вашего тела хранится информация, унаследованная через века. Гены, это как бесценная библиотека знаний, но как осилить этот огромный объем информации за короткий период жизни? Время ограничено, океан знаний в генах человека, слишком глубок и необъятен для понимания. Давайте начнем с другого вопроса, зачем нам нужна улыбка. Она выражает радость, радость за других, привлекает и обаянием окутывает. Но бывают и такие, кто скрывает свои истинные чувства за улыбкой, или улыбается беззаветно. Настоящая улыбка, это язык благодарности без слов, как первая улыбка новорожденного, словно он говорит спасибо, мама. В этой улыбке искренность, которую не поделаешь, она неприходяща. Желал бы я, чтобы каждый улыбался от души, но, к сожалению, это не всегда так. Улыбка, это не только средство общения, но и оружие в обмане. А зачем нам слезы? Взгляните, и вы увидите один вопрос следует за другим, как волна на волне. Раскрыв ответ на один, и перед вами возникают десять новых, связанных с первым. Кажется, мы живем для того, чтобы просто жить. Но наиболее существенно, не забыть себя, не утратить свои сущности, не забыть, что думают о нас другие, и какую память оставим мы после ухода. Насущные вопросы не остаются позади, сконцентрируем внимание на России. Земля российская пересечет множество трудностей, противники усилятся, и великая страна с востока обернется предателем. Холод их не испугает, они покорят его, и перед Россией предстанет новый вызов. Чечня, как камень в океане, оставит объединение с Россией, людей ожидает времена разобщения и лишения. Через недолгое время судьба России кардинально изменится, Кремль готовится к битве. Дорогие друзья, замысел Мехди и Браги Мивафа о фундаментальных вопросах жизни касается каждого из нас. Не сложно предположить, что экстрасенс прогнозирует возрождение России на глобальной арене, давая нам намек на грядущие обстоятельства. Таким образом, ясновидящий поддерживает утверждение болгарской предсказательницы, которая не раз отмечала перевес России. Взглянув в будущее, он заявляет о России в лидерах, в звании наиболее сильной державы, что повлечет за собой большие геополитические изменения. Важно, что экстрасенс успокаивает тех, кто живет в страхе перед Третьей мировой войной. Он категорически отвергает подобную перспективу, такой путь, по его утверждениям, исключен. А также он предсказывает укрепление рубля на мировой арене. Он гарантирует, что россияне переживут процветающий и успешный период, который будет продолжительным, в то время как соперничающие страны потеряют свои столичные места и исчезнут из числа глобальных лидеров. Также он пророчествовал относительно России. Он выразил уверенность в том, что у страны появятся новые союзники и надежные партнеры, лидеры государств, которые будут оказывать России поддержку. Это реалистично, и эти взаимоотношения в значительной степени укрепят влияние России на мировую арену. Время будет лишь укреплять это влияние, пока государство не перейдет в фазу, которую можно назвать рассветом. Если вдуматься в будущее России, то это время рассвета приближается, по сути, уже наступает. Мы становимся свидетелями кульминации событий, неизбежного точка разворота. Согласно его словам, Россия уже сейчас добилась невероятных успехов в достижении своих целей, и это сравнение с тем, что было всего лишь несколько десятилетий назад, в 90-е годы, выделяет изменения в недавней истории. Прошло лишь немного времени, всего около 15 лет, и за это время произошел колоссальный скачок. Теперь наступает кульминационный момент, а дальнейшее развитие будет еще более укреплять этот путь. Светлое будущее, о котором сказывал Нострадамус, вероятно, уже не за горами. Граждане России, возможно, скоро ощутят его присутствие, остается ожидать недолго. С ростом важности страны, как говорят, улучшится и жизнь ее граждан. Многие страны будут обращаться к России за поддержкой и опорой. Но в 2023 году ожидается серьезная встряска, и многие страны не смогут справиться с ней. Однако детали этой угрозы сложно предугадать, но вполне возможно, что она связана с ядерным аспектом. Необходимо избегать конфликта, который может иметь разрушительные последствия как для людей, так и для всего мира. Подумаем о карте мира, перевернутой вверх ногами, где отсутствует несколько кусочков. Прошу прощения за аналогию, но можно сравнить с тем, как некоторые страны могут исчезнуть из политической арены. В 2023 году Евросоюз, возможно, будет ослаблен, а его способность принимать независимые решения станет все более ограниченной. События уже сейчас указывают на то, что Евросоюз теряет свою автономность. Если текущий курс сохранится и события будут развиваться по нынешнему пути, и, к сожалению, это вполне вероятно, Евросоюз сталкивается с неотвратимым распадом. Многочисленные прогнозы указывают на то, что основное влиятельное действующее лицо, США, утратившее свою некогда мощную силу, больше не сможет руководить и оказывать воздействие на Евросоюз. Это обстоятельство заставит Евросоюз понять, что дальнейшее существование лишено смысла. Связанные со странными партнерами, которые не способны предоставить должную поддержку и на самом деле тянут его вниз, он будет вынужден искать новые пути. В контексте 2023 года предсказание Мехдивов и подчеркивает, что положение США внутри Евросоюза будет только ухудшаться. В своем стремлении к новым союзникам Россия будет отыскивать выгодных партнеров. В результате, влияние Соединенных Штатов на эти страны будет постепенно истощаться. Мехди предвещает, что Америка будет несчастной и ответит за все свои негативные поступки. И что поразительно, это схоже с предсказаниями самой болгарской пророчицы Ванги относительно Соединенных Штатов. США столкнется с утратой своего влияния и не будет играть роли государства, на которые будут ориентироваться в будущем. Этот процесс предположительно завершится к концу первой четверти 21 века. Как предсказывала Ванга, Запад и Россия столкнутся как враги, но до этого момента будут существовать множественные конфликты, в большинстве из которых Россия будет участвовать или будет в какой-то степени затронута. Мехдивов утверждает, что судьба России изменится в один час, что представляет собой интересное утверждение. Возможно, это намекает на решающий переломный момент. Это также может быть связано с ядерным конфликтом, который многие пророчества предсказывают. Однако, скорее всего, это не приведет к полному разрушению и глобальному конфликту с ядерной атакой. Скорее, возможно, отдельные точечные столкновения, но с осознанием обеими сторонами, что такое разрешение проблем несет слишком высокую стоимость. Отсчет времени до решения конфликта, когда стороны начнут приходить к общим выводам, начнется. В этот момент люди, представляющие противоборствующие стороны, могут начать осознавать, что продолжительное противостояние, не путь к решению проблем и поиск общего понимания может начаться. Относительно текущих событий можно предположить, что этот процесс будет остановлен. Возможно, поэтому Мехди Ибрагим Вафа говорит, что судьба России может измениться в мгновение АК. Россия, возможно, станет процветающим и наиболее влиятельным государством на планете. Это может стать ответом на некие негативные действия других стран. Возможно, эти события перекроются с тем, что было предсказано еще в феврале 2022 года. Несмотря на скепсис многих критиков, высказывания президента могут иметь под собой основания. Возможно, время еще не наступило для полной реализации этих слов. Важно помнить, что президент России предупреждал о наступающем годе как о периоде тяжелых испытаний для человечества. Возможно, в этот период произойдут ранее упомянутые события, и мир, согласно предсказанию Мехди Вафа, разделится на три коллиции. России необходимы решительные шаги для реагирования на текущую ситуацию. Американская политика остается непрозрачной, и вплоть до того момента, пока Америка будет продолжать вмешиваться с помощью сторонних сил, изменения не ожидаются. Подчеркивается, что важность объединения людей внутри России будет особенно актуальной в апреле, мае и июне. Это объединение населения может стать ключевым фактором для дальнейших успехов страны. Если говорить о победе, то русский народ и общество в целом могут быть уверены в более светлой долгосрочной перспективе для России. Многие эксперты, включая Мехди Ибрагимова, предсказывали подобное будущее для страны. Несмотря на множество испытаний, стихийных бедствий и неожиданных событий, Россия продолжает идти к своей исторической цели золотому веку с минимальными потерями. Таким образом, исполнится воля высших сил. Этот спецвыпуск освещает предсказания Мехди Ибрагимова относительно года 2023. Прошу выразить свою поддержку, поставив лайк этому видео, и поделиться им с друзьями. Подразумевается, что зрители оставят свои комментарии, выражая мнение о будущем России и мировой ситуации в 2023 году. Вопрос задается, согласны ли они с предсказаниями детей или, возможно, у них есть своя собственная интерпретация будущего.